Ну и о политике. Итак, друзья, думаю, что самая важная и главная тема, которую нам стоит обсудить, поскольку, вот, кстати, вокруг меня все газеты говорят об одном и том же. В Георгиевском зале Кремля глава государства Дмитрий Медведев огласил уже второе по счету послание Федеральному собранию. Вот. Теперь мы будем эту новость подробно обсуждать. Значит, наиболее долгие аплодисменты появились после фразы Дмитрия Медведева о борьбе с коррупцией. Одними посадками проблему не решить. И как тогда, вот видите, и у нас та же самая ситуация. Подожди, так может у нас те же самые люди ходят? Значит, одними посадками проблему не решить, но сажать надо. И вот смотри, самое главное. Аплодисменты были наиболее продолжительными. Вот так сейчас. А знаешь, почему? Потому что потом будут говорить, ну зачем вот ты брал взятку? Ну, когда уже поймают. Конечно, поймают будут говорить, зачем брал взятку? Ты же ходил туда. Слушал. Слушал. Он говорит, так громко хлопали вокруг, ничего не слышал. Я все прохлопал вообще. Теперь еще одна очень важная новость, о которой, конечно, стоит поговорить. Президент предложил рассмотреть возможность сокращения количества часовых поясов в нашей стране. Вот сейчас поясов 11, а может их ставь 5. Потому что, вот посмотрите, вот 11 поясов, вот видите, разное время. Я объясню. Из 11 поясов сделать 5 часовых поясов, чтобы людям было удобнее жить. Просто ты где? Я в Екатеринбурге. Который у вас сейчас? Уже 14.00. Малахов начался? Начался. И в Москве начался. Понимаешь? И везде людям будет интереснее жить. Звонишь, а там тоже не спят. Ничего страшного в этом нет, что люди будут засыпать утром, а просыпаться вечером, потому что пол Москвы так живет. Гарри, я тебя расстрою. Я тебя расстрою, Гарри. Таксисты и стриптизерши – это не пол Москвы. Вань, я тебя расстрою. Таксисты и стриптизерши – это пол Москвы. Как все-таки из 11 поясов сделать 5? Ой, Саша, вот эта проблема, вот эта проблема, не стоит такой проблемы. Вот из 11, например, миллиардов сделать 5. Так проще простого. Ты что? Это, ладно, депутат, это любой помощник депутатовский. Это любой человек приемной в очереди скажет, что из 11 5. Как? Вот так. Ну как? Вот выдели 11 миллиардов. Как из 10? Единичку бритвочкой, а потом тут… Саша, два не права. А здесь уже мамина русская. Следующая новость. Это важная. Серьезная модернизация ждет систему педагогического образования. Мы начнем привлекать для работы в школах тех, кто способен обеспечить более качественное, профильное образование для старшеклассников. Включая, кстати, и квалифицированных специалистов, которые не имеют педагогического образования. Это самое важное. То есть, ты понимаешь, не обязательно быть педагогом, ну, понимаешь, вот… Чтобы учить детей. Ну, например, вот урок труда в старших классах. Зачем звать трудовика, когда может прийти просто настоящий фрезеровщик? Он из жизни научит. Кассирша в этом столовой школьной, она может математику туда преподавать. Она научит. Вот смотрите, дети, суп 23 рубля, котлета 28. Итого 115 рублей. Виндопол. Потом из 115 вычитаешь 23, и реально получается 22. А как та же… А как же та… Там же, там же… Она и проверку научит все. Там же, там же в буфете буфетчица может доступно и наглядно продемонстрировать действие геометрии Лобачевского на колбасу. Конечно. Как так разрезать колбасу, чтобы из нее получилось 5725 бутербродов, а не как рассчитано по ГОСТу 2. Литература. Вот как может просто специалист по русской литературе в полном объеме рассказать, допустим, Анну Каренину? Льва Николаевич Толстого. Да, а вот если приедет специалист из РЖД, который точно знает, где не горят фонари на перегонах, как лечь, чтобы так… А физкультуру кто тогда преподавать будет? Ну, я думаю, какой-нибудь сильный человек. Татьяна Тарасова, например, может преподавать физкультуру? Ну, тогда школьники будут получать не четверки и пятерки, а 4 и 6. 6 и… 0. Я отдельные оценки буду. За артистизм. Я через козла прыгнула. За 4 и 6. За артистизм 6 и 0. За прыжок 2. За то, что прыгнул через Амербуха 2. В общем, Галусян. Галусян. Он же не пришел. Все равно 5. А кто же может тогда быть директором школы из квалифицированных директоров? Может, директор Черкизовского освободился сейчас? Тогда классные комнаты будут сдаваться в аренду, что не очень хорошо. А ботанику кто будет преподавать? Ботаник. Вассерман. Вассерман должен преподавать историю религии, чтобы наглядно показывать, как выглядит создатель. Давайте-ка мы еще обсудим одну очень важную новость. Да, что еще говорилось в послании федеральному собранию? Дмитрий Анатольевич предложил ввести единый критерий установления численности депутатов, органов, законодательной власти, субъектов Российской Федерации. И привел пример. Многомиллионное население Москвы представлено в городской думе всего 35 народными избраниями. 35 депутатов в Мосгордоме всего. А в народном хурале республики Тыва 162 депутат. В Москве 35. По количеству районов в Москве 35. А в Тыве? По количеству людей. Я твой депутат. Что тебе нужно? Да я сам твой депутат. Ну хорошо, ладно, помимо Тывы есть еще и Москва, а 35 депутатов. Ведь построена-то Мосгордума на 470 человек, а их 35. И они сегодня в этом кресле посидят. Завтра вот здесь. Многие депутаты сидят сразу на четырех креслах. Вот так. Лежа, да. Вот так вот. А голосуют. А в коридорах на трех скейтах просто катаются. Добрый вечер. Добрый вечер. Самое главное, друзья, что проводилось статистическое исследование. В этом году президент побил свой же рекорд продолжительности. Валера, сто минут. Час двадцать. Час сорок, Сережа. Это очень важно. Это он без НДС сказал сколько. С НДС час двадцать. Ну да. Так вот час сорок шло все обращение. И самое главное, 63 раза аплодировали. Это еще не вся статистика. Я убежден, многие рекорды были побиты. Какие? За время выступления 28 человек смс успели отправить. Выбили 5 литров валидола во время выступления. Это только два человека. Да. Да. Трое вышли седыми полностью. Три человека вышли седыми? Не, не, заходило четыре седых, а вышло три. То есть один покрасился во время выступления. Пять человек разбили лоб во время выступления президента. Самый фантастический случай, друзья, произошел на 27-й минуте выступления президента России. Да. Когда депутат из партии КПРФ перешел в партию Единая Россия, миновав справедливую Россию. Миновав справедливую Россию. Семь рядов миновав одним порывом сердца. В общем, друзья, ребят, вот, пожалуй... Нет, самое главное, можно начать то, что предлагает наш президент, вот прямо за нашим столом. Отменить часовые пояса хотя бы вот на маленьком субъекте, хотя бы за нашим столом. Потому что у нас три человека живут по московскому времени, один по хабаровскому. Дальше новости Сингапура. В свой последний день визита в Сингапур Дмитрию Медведеву показали проект электронного правительства, с помощью которого гражданам предоставляется почти 1600 электронных услуг. Воспользовавшись одной из них, президент за 20 минут зарегистрировал ресторан русской кухни. В Сингапуре. Да. То, что он опробовал в Сингапуре, можно ввести эту систему и в России. То есть за 20 минут человек может зарегистрировать что? Ресторанте. И это во избежание всяких бюрократических проволочек. Как это будет выглядеть в России? Ты заходишь на сайт, где написано государственный сайт, быстрой регистрации чего бы то ни было. Регистрируешь, я такой-то, такой-то хочу зарегистрировать в такой-то предприятии. Тебе говорят, нет проблем, дорогой россиянин. Через 20 минут ты будешь зарегистрированный, твой объект. Но! Зайди, пожалуйста, по ссылке на соседний сайт к Николаю Владимировичу. Он поставит там печать. И вернись к нам на сайт. Ты заходишь к Николаю Васильевичу на сайт. И там сисадмин, красивая сисадмин. Вы знаете, ну это она пишет тебе в чате уже. Вы знаете, Николай Владимирович отошел. И такая, смайлик со слезками. Да, со слезками. Николай Владимирович вышел на перерыв. И фотографии Мальдив пошли тебе из интернета. С предложениями горячей дуры. Он с гигантской рыбой. Да, он с гигантской рыбой. Горячей дуры. Гигантская рыба с ним. Да, Бадалаиду, да. Привет. Тасманов пролив. Экзотик туры. И через 12 лет... С помощью сайта конверт.ру. С помощью сайта конверт.ру и бабло.ком. Заходишь к вопросов.нет, в сайт, и тебе региструют ресторан. Ну, быстрее. Значительно, потому что я знаю... И главное, не отходя от компьютера. Вот что удобно, да? Не нужно никуда ходить. 12 лет у компьютера. Купил просто. Памперсы, крем от пролежней. Да и всё. И зарегистрировал ресторан. В эксплуатации М3 в Москве открылась техническая выставка, на которой присутствовал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Шувалов заинтересовал автомобиль с китайским алкозамком. Он заводится только после того, как дунишь в специальную трубку. Китайский алкозамок. Да, вот первый вице-премьер Игорь Шувалов. Алкотест прошёл успешно. Вот мы видим на фотографии и комментарии. Шувалов сел, дунул и завёл машину. Чем сорвал аплодисменты всех тысяч. На самом деле алкотестеры... Нет, это очень крутая вещь. Вы представляете, если ты чуть-чуть даже выпил, машина не заведётся. Тогда находчивые россияне пригласят просто человека, который не пил. Просто будут стоять люди с объявлениями «Дуну за 100 рублей». Знаете что, а зачем делать алкотестер? Пусть будет специальное устройство, подходишь пианой к машине и на тебе! Сама машина. В дверце. На! Зачем даже не так? Просто машина говорит «Нажрался, тварь». Ты на тебя посмотри в бумаге зеркало. Посмотри вон в зеркало заднего вида на себя. Да, и ты специально не садишься в машину пьяным. Фары бы мои тебя не видели. Потому что невозможно... Да, включил подогрев, тепла захотелось. О, морда-то какая у тебя. Вернулся под кровь. Ты меня за руль не трогай. Да. Раньше, наверное, было трогать. Да. Не тот уже руль. Не заведёшь меня. Не заведёшь меня просто вставить ключ в зажигание. Не заведёшь, что ты ключ даже вставить ключ не можешь. Ты не видишь, ты в бардачок ключ вставлять, но не туда. Убери руки с бокальника. А ещё удивляется, почему я холодная. Да. Ты думаешь, ёлочку повесил и не пахнет? Однозначно убеждён, что все ответы на вопросы, какие технические новинки позволят нам избежать пьяных аварий и вообще пьяных людей за рулём, кроются не в технических достижениях, а в самосознании, в самодисциплине российского водителя. Не садитесь пьяным за руль. Это чревато. Новость пришла из Италии. Так. Министр иностранных дел Италии Франко Фротини озвучил давнюю идею премьера Сильвио Берлускони о качественном скачке в европейском военном строительстве, который должен выразиться в создании единой армии. Единая европейская армия. Вот сразу же Люксембург сразу подержал. Говорит, что, давайте создадим, а то мне тут одному вообще скучно. Ты имеешь в виду Люксембургскую армию? Да. Знаменитый человек, единственный человек, который, армия Люксембурга, который на коне в танке сидит в военной морской форме. Это Газманов. А, извини. Интересно, как отреагировали доблестные французские войска? Я не знаю, я знаю, как отреагировали, странно, Прибалтики. Как? Быстро. Именно поэтому и предложили возглавить группу быстрого реагирования в объединенной армии. Думаю сейчас. Строй-бат? Строй-бат. М, молдавские войска. Строят, воюют. Киш-мешом кидается. Гарик, мне кажется, между нами пробежала мышь. Ну, прямо сейчас. Мышь с вещами причем. Поэтому я не хотел бы сейчас в этой полосе. Чтобы армия смогла действовать и быть боеспособной. У них учения совместные. Представляете, все учения, которые проходят у совместной европейской армии? Ничего не получается, потому что раз, только пошли на учения в 2 часа дня, как проснулись, бойска быстрого реагирования из Прибалтики. А уже у испанцев сиеста. А потом из сиеста закончился, у англичан five o'clock. А потом... Five o'clock закончился уже. У немцев намаз вечерний. А потом раз, намаз закончился, а уже все, суббота. Бельгию исключаем сразу. Ну, фактически, что говорить? Пол Европы, по сути, не воюй. Я хочу тебя расстроить. Евреи, это не половина Европы. Гарик, я, если честно, и сам расстраиваюсь все время. Все это напоминает, конечно, старинную песню. Я ее знаю. У нас, кстати, друзья, давайте сейчас, на секундочку, забудем про военные темы, поговорим лучше о высоком. Сейчас придет высокий человек, во-первых. Киркорад? Сережа. Нет, так скажи, нет. Нет. Все, давай, давай. Все. Отдыхай. Давай, давай. Итак, друзья, сегодня в гостях у нас замечательный музыкант, блистательный пианист, человек, которого знают во всем мире, Денис Мацуев. Денис, привет, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать в специальный стул. Денис, прошу. Денис, как же мы рады видеть тебя у нас в гостях. Денис, у нас сказали, что здесь Белза ведущая. Белза ведущая? Да. Ну, Гарик сбрил усы, поэтому нету Белзы больше. Денис, я понимаю, что для многих это, конечно же, называется стоп-программа. Нет Белзы? Нет. Нет культуры. Нет культуры. Но, Денис, есть ли какая-то новость, которая вас задела из тех, которые случились на, скажем, прошедшей неделе? Да, есть, и я хотел бы ее выразить на этом музыкальном инструменте. То есть, я не говорю, я не скажу. Просто скажу так. Зарисовка из Морибора. Зарисовка из Морибора? Перебором. Пожалуйста, Денис Мацуев. Итак, я так понимаю, это новость, музыкальная новость. Примерно напомню, что было несколько дней назад. Игнашевич пошел. Это Березуцкий промазал. Да, горько на душе. Но, вы знаете, на самом деле, сборная Словении вышла на замену. Мы очень смеялись с моим другом по поводу его имени. Печник. Оказывается, печник, но это не важно. Вы знаете, печнику вообще не нужны особо руки и пальцы для того, чтобы играть на музыкальном инструменте. Я хочу сыграть один номер, как бы сыграл этот печник на черных клавишах вашего замечательного инструмента. Только на черных? Только на черных. То есть, печник по телу? Особо руки для этого не нужны. То есть, пальцы не нужны. КОНЕЦ Браво, Денис! Денис, батуешь! Браво, Денис! Я прошу вас, присаживайтесь, я... Вот такой банкет и был у нашей сборной, примерно. Слушайте, я... Спасибо огромное, что вы не сыграли весь номер, поскольку я знаю, там все части тела используются. Возможно играть на черных. Возможно играть только на черных. Как это делает сборная Нигерии. На рояле. Гарри, вот уже не мышь. Вот уже маленький пони пробежал непонимание между мной и тобой. Гарри. Так, Денис, вернемся к новостям. Но у нас есть новость, которая... Непосредственно связана. Непосредственно связана с музыкой. Да. Я позволю себе рассказать Денису об этой новости. А вот, Вань, вот газета, где... Нет, спасибо. Нет или новость? Нет, не эта. Нет? Пони, давай. Точно не... Давай-давай-давай, все проходите. Давай. Дерзкая кража. Не-не-не, слона. Вперед. Там чуть-чуть, дайте им пройти. Значит, друзья, что произошло? На молодежном канале Муз-ТВ случилось очень важное событие. Владимир Владимирович Путин, премьер России, пришел в эфир молодежного проекта «Битва за респект». Как это произошло? На эту сцену сейчас выйдет Владимир Путин, заявил ведущий. И действительно вышел Владимир Путин. Вышел и, собственно, помог наградить, вернее, сам наградил победителей этой самой битвы за респект. Итак, Путин вручил рюкзак с баллончиками. Я прошу, Владимир. Давно слова Путины баллончики не стояли так близко. Путин вручил рюкзак с баллончиками краски лучшему графитчику Максу-13, магнитофон танцорам Дрону и Олесе, и под взрыв аплодисментов подарочный микрофон из рук Владимира Путина получил Рома Жиган, который читает рэп. Микрофон или микрофоном? Микрофон из рук Владимира Путина получил Рома Жиган, который читает рэп. Стоял человек, не было слышно, что он там читает. Владимир Путин подарил микрофон. Рэп! Прекрасно. Как совпало. Владимир Путин получил и ответное приветствие от ребят. А теперь я хочу сказать от нас всех, Владимиру Путину, респект и уважуха. Закричал Жиган. Так как он других слов не знает, и его словарный запас ограничивается этими двумя словами, респект и уважуха, то он это и сказал. Я рад, что выиграл битву за респект, я бы хотел записать с Путиным совместный трек. Йоу! Он наш человек. Йоу! Пошумим для Путина. Йоу! Говорил он уже в машине ФСО. Йоу! Йоу! Здесь вот остановите. Йоу! Вот, всё, Беляева, выхожу. Йоу! Хотел бы спросить, Денис, у вас. Как вы относитесь к современным видам молодежных искусств? Граффити? Были ли на Казантипе? Вот, рэпера у нас, конечно, есть. Всё! Можно мы на этой фразе закончим обсуждение? Рэпера у нас, конечно, есть. На Руси. Это просто чистая строчка из истории государства российского Карамзина. Эмси-блинка ты имеешь в виду? С вертушками, которые выступали. Эмси-скрябин. Самый лучший человек, который придумал скрэч. Скрябин. Вы знаете, что? Вау-вау. Я могу. Вау-вау. Денис, если что, если так ты начнёшь свой концерт, выйдешь? Хайфилл Армония. Йо, чуваки, да. Вы знаете, что? Я, если честно, думаю... БЗК. БЗК. Вау-вау. Консерватория. Идём на концерт. Рахманинов. Всё, это рифма, друзья. Кто не знает, это рифма. Поскольку, друзья, я так понимаю, что происходит уникальная ситуация. Это первый раз, когда Владимир Путин пришёл в эфир развлекательной телевизионной передачи. Это означает, что теоретически Владимир Владимирович может прийти и к нам. Поэтому, дорогой Владимир Владимирович... Ну, теоретически, да. Дорогой Владимир Владимирович, Вы же начали с самого низа, рейтингового листа каналов. Вам ещё много каналов перед нами. И неизвестно, захотите ли вы после посещения некоторых каналов прийти вообще к нам. Поэтому, пропустите всё. Приходите сразу к нам. Мы вас здесь ждём. У нас здесь хорошо. Мы вас приглашаем. Ну, вдруг мои смс-ки не приходят, поэтому... Ваня и озвучил, как бы, ну, вслух. Уже через телевизор. Ещё одна новость, ребята. Значит, я думаю, что... Денис... А, вот, да, всё, пожалуйста. Да. Там пони колеблется уже, не правильно. Он не понимает, кто хозяин, понимаете? Уйди отсюда. Серёж, уйди отсюда, да, всё. Друзья, продолжаем. Следующая новость. Я думаю, что Денису это будет очень интересно. Рэпер Тимати дал первый сольный концерт в Москве. Вот, ну, вы, вы... Сейчас, Денис, вы на таком высоком уровне, вы очень много людей знаете, вы ездите по всему миру. Вы видели Тимати? Вы знаете Тимати? Знаете, вы бы меня предупреждали хотя бы, что вы мне... Чтобы подготовились? Нет, словаре Дали нет такой... Слово Тимати это означает шампунь. Я так понимаю, что БЗК это вот он. Ну, это примерно по дороге туда. Назовём так. Итак, молодому певцу вручили диплом ЮНЕСКО. Согласно документу, Тимати стал первым российским артистом, который представляет эту организацию в России. Тимати стал послом ЮНЕСКО в России. Он стал представителем ЮНЕСКО в России, потому что у него на теле очень много оригиналов. В произведении... Известный картин и так далее. Да. Ещё в Петербурге же хотели из-за этой башни, которую... Охта-центр, да. Мы называем её Кукурузина. Кукурузина. Гигантская. Из-за Кукурузины хотели исключить из ЮНЕСКО Россию. Не Россию, а Петербург. За Петербург. И, соответственно, место освободилось, видимо, вот этот... А-а-а! А-а-а! Место Питера! Поменять, подождите, поменять Петербург на Тимати? Всё сходится, ребят. Тимати, ЮНЕСКО. А дай мне газету, мне ещё... А, ещё... В ларёк вернуйте, я чек взял. Так, слушайте. Про Тимати вы не слышали, да? Ещё новость про музыкантов у нас. Музыканты ждут премьера, называется статья. Известные джазмены и певцы просят Владимира Путина встретиться с ними. Известные музыканты и певцы считают, что правительство обделяет их вниманием, в основном поддерживая литераторов и художников. И просят главу правительства Владимира Путина встретиться с ними. Прийти к конкретному решению музыканты так и не смогли в своих требованиях. Каждый говорил о своих проблемах. В результате присутствующие в зале депутаты Госдумы, похоже, не поняли, чего именно хотят музыканты. Вы сформулируете цель, а потом зовите Владимира Владимировича и требуете того, что вы хотите. Вот такая ситуация. Да. А кто там был конкретно? Там были Игорь Бутман, Александр Градский, Дмитрий Коган, Андрей Макаревич, Алексей Козлов, Анатолий Кролл и другие. Ну, судя по фамилию, коллектив целостный. А что мог попросить Игорь Бутман там? Я не могу понять. Он попросил, говорит, знаете, мне надоело, я уже третий раз на одном саксофоне играю. Мне приходится каждый день кипятить. Можно какие-то одноразовые саксофоны уже изобрести нормально, чтобы было? На самом деле, мне кажется, просьба у каждого есть. Анатолий Кролл, например, попросил поменять его фамилию. На бутерфляй. Хотел на брас, но уже есть тинто. Макаревич попросил законодательно утвердить размер ласт для всех один и тот же. А из ростовской филармонии попросили изменить тональность симфонии Моцарта, рэбер-мон-мажор. Просто очень сложная тональность, на ля-минор, потому что там они знают все ноты. Во-первых, они единственные музыканты, кто играет Моцарта на гитаре. И умеют брать бонет. Синие струночки. И со словами. А что бы мог Филипп Киркоров попросить? Интересно, если бы он там... Ну, то у депутатов. Это ты его считаешь литератором? Музыканты? Ну, там пение попросил. От классических пианистов и вообще музыкантов я бы хотел попросить, чтобы никогда в жизни больше в рояле никого не засовывали. Балерины там не нужны больше. А-а-а, вы про вот это же. Нет, балерин надо не пускать в рояле, конечно. Это надо прописать на законодательном уровне. А то после них там и семечки, и жвачки остаются. Слушай, я представляю себе, если возвращаться к вот этой теме, как действительно художники и литераторы во всем им помогает власть... Ваня, давай, не стеснястые слова, купаются в роскоши они. Я представляю себе сцену, когда распахиваются двери, например, Белого дома, и оттуда вываливаются на морозный воздух в бобровых воротниках художники, литераторы. Нарисуй, а ты про меня напиши. Из бриллиантовых колье поэтессы. Здесь икра, здесь у них пятно от коньяка. С криком. Извозчик. И на козлах стоит музыкант и играет на скрипке что-то. Они говорят, давай громче, а то я тебя нарисую. Омерзительная сцена. И в этот момент в плащах на голое тело, потому что ведь... Только что из леса. Только что из леса. Но показывались. Быстро в метро. Градский. Градский в метро. Раз. Что ты показываешь? Я забыл, как он... Турникет. Спасибо. Так вы представляете, градский турникет держит. Все пробегают. Давай, так, кроу, побежал. Так, быстро. Будь вот здесь. Макаревич, 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 Макаревич. По норку Монто Глазунова. Да, по норку... Многие же... Да, по норку Монто Глазунов можно понять, где Глазунов. Потому что видишь, что шкаф и кусок Монто торчит. Илья, ну вылезайте. Ну что вы, что? Что за идиотские шарики? Что за фарс? Что за фарс? Уже... Все, президент уже объявил. Вы народный художник России. Вылезайте. Представляете себе? И вот эти музыканты, вот они куда-то идут. Они робкие, маленькие, жмучиеся друг с другом. Угрубкой людей крадутся. Желудский булькает. Да. Голод не тетка. Но поскольку они музыканты, булькает так. Так к сердцу. И вот они увидели этих художников. Я не понял, что... Эти художники... Потому что они достучались до Владимира Путина, а музыканты никак не могут с ним встретиться. Давайте же поможем им. Это неправда. Музыканты встречались с ним. В частности, мой фестиваль, Крещендо. Мы были у него. Мы пили чай, кстати, вот так же. Вы разговаривали с Владимиром Путиным? Да, вопрос был такой. Как вы относитесь к фабрике звезд? А мы, 10 молодых классических музыкантов, пришли навстречу... А Владимир Владимирович сидел с ручкой. Нет, он сидел просто... Как вы относитесь, вычеркиваю? Нет, нет, нет. И была большая пауза. Огромная пауза. Потому что мы не знали, на самом деле, что ответить. В основном, наши ребята, все эти молодые музыканты талантливые, они живут за границей. И нашелся тут же Боря. Вилан Челес замечательный, очень талантливый. Сказал, вы знаете, Владимир Владимирович, я живу в Германии, там тоже есть фабрика звезд. Но наша на 10 голов вышел, сказал. Давайте так, подождите. Денис, вы можете перечислить 10 участников фабрики звезд? Конечно, значит, смотрите. Я шучу. Я уже спугался. А сейчас... Тишман, группа Бис, группа Инь-Янь все стали. Ну! Да кот-то точно там была. О-о-о-о! Бан, бан, да. Вы ее знаете не по музыке. Удивительно. Другие какие-то жизненные пересечения. Друзья, я прошу прощения, может быть, это выглядит крайне юристически, но пригласить Дениса и не сыграть с ним Мурку вместе... И посметь сыграть с ним. Спасибо. Все-таки эти мхатовцы. Друзья, скажите кто-нибудь вместо меня. Раз уж я пришел к вам, давайте что-нибудь с вами сыграть. Давайте, Денис, конечно, с вами это. Спасибо. Спасибо. Спасибо.